Завтрак со Сбербанком в Караганде. Калории полезной информации о различных программах кредитования получили более 30 предпринимателей. В непринужденной обстановке им были презентованы выгодные условия кредитования в Сбербанке. Как и с чем едят продукт данного банка для малого бизнеса в материале Аннель Шалкарбек. Участниками биза-завтрака стали 30 представителей различных предприятий, среди которых торговые организации, сервисные и строительные компании. Главная тема встречи – новые возможности, предлагаемые Сбербанком. Мы предлагаем также индивидуальные интересные продукты, такие как бизнес-авто, бизнес-ипотека, нацелены на приобретение инвестиционных средств под залог только этих инвестиционных средств. Что касается процентной политики банка, следует отметить, что тоже индивидуальный подход в зависимости от сроков кредитования. Среди основных преимуществ кредитования Сбербанка – низкие процентные ставки от 12% годовых в тенге и от 10% в иностранной валюте. Заявки рассматриваются в короткий срок. Также финансирование осуществляется и в рамках государственных программ фонда «Дому» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Партнеры банка получили информацию об этих и других тонкостях финансовой кухни по программам кредитования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время встречи каждый участник биза-завтрака смог услышать ответы на многие интересующие и актуальные вопросы. Каждый бизнес особенный, и Сбербанки учитывают это при разработке кредитных продуктов. В результате клиенты получают индивидуальные условия кредитования, независимо от того, малый это бизнес или крупный. Банку важно то, что важно каждому клиенту, отметил в ходе мероприятия директор филиала Иван Скородиевский. Сбербанк – это показатели с оборотами до 750 миллионов тенгетов, независимо от суммы, независимо от принадлежности к бизнесу. Вот те тренды, которые мы имеем на сегодняшний момент, активно сотрудничать, активно работать. Мы даже, наверное, в какой-то степени хотим формат не банка в таком виде себя ассоциировать, а, наверное, сервис компании, которая действительно цель основной ставит не как можно больше прибыли заработать, да, то есть вот даже элементарный пример, мы цель ставим для себя не войти в любой проект и извлечь в него прибыль, да, а сделать тот проект, который будет интересен в первую очередь вам. Тема, а также необычный формат презентации банковских услуг привлек интерес большего числа участников, которые в утренний час заполнили уютный ресторан. Чтобы узнать, что предлагает Сбербанк, на диалоговую площадку пришла и материшина Анфиса. Мы заинтересованы в получении на следующий год кредит, потому что надо расширять бизнес, а для этого нужны кредитные средства, потому что чисто собственными средствами обойтись в огромных каких-то затратах – это невозможно. Другая участница мероприятия Анастасия Байкина также пока не является клиентом Сбербанка. Однако те продукты и услуги, которые озвучивались в ходе встречи, оказались для нее достаточно интересны. В дальнейшем Анастасия собирается рассмотреть возможность подотворного сотрудничества со Сбербанком. Хотелось бы поблагодарить руководство банка за приглашение на эту встречу. Анастасия доказала, что на самом деле этот банк готов работать с клиентами на индивидуальном подходе и готов рассматривать все вопросы клиентов, уделять достаточное внимание своим клиентам. Непосредственное общение с клиентами очень важно для Сбербанка. К тому же данное мероприятие дает возможность предпринимателям познакомиться между собой, завести полезно для себя и своего бизнеса знакомство. Слово, Сбербанк всегда готов встретить новых клиентов, обеспечить их лучшим сервисом и способствовать совместному финансовому росту. Участники мероприятия надеются, что подобные встречи станут впредь хорошей традицией.